и вручила ей коробочку перевязанную бантиком и вам сейчас хочу показать кто здесь был подарочек этот очень трусливый он очень боится здесь жить не может тем более но моя задача хотя бы куда-то ее сейчас поселить я хочу сказать что я очень сильно разозлилась кто меня спросил вообще мы можем это животное содержать или нет мне теперь нужно где-то брать деньги на клетку у меня это не входило вообще в мои планы всем привет вы на канале алиса изи петс меня зовут изи роза и наше видео начинается с вот такой странной черные коробочки я хочу у вас спросить как вы думаете что в ней находится сегодня алиса шла из школы и ее встретил одна из подписчиков и вручила ей коробочку перевязанную бантиком но бантик уже сняли развязали потому что алисе было интересно но в общем то как она это делала она сняла на своем блоговом канале поэтому в эту историю можете зайти посмотреть на алисе нам канале алиса изи влог и так черная коробочка смотрим со всех сторон эта коробочка вот такая вот закрытая мне нет нигде дырочек да и давайте посмотрим что же в ней внутри как она тут открывается а вот коробочка на магнитике а внутри коробочки у нас что-то находилось и как вы думаете что же было внутри этой коробочки без дырочек на магнитике из вас уже кто-то догадался вот возьмите и напишите в комментариях по времени будет понятно что вы догадались еще во время самого видео да ну то есть вы понимаете что судя по зерну насыпанному здесь и вот этим вот какашка здесь было животное вот в этой коробочке без дырочек которая застегивается на магнитике и завязана была ленточкой а теперь представим себе как это животное вообще там дышала здесь нет доступа воздуха нигде то есть коробка плотно закрывается хорошо а теперь давайте предположим что если допустим есть доступ воздуха ну где-то там сбоку поддувает у нас на улице сейчас днем плюс 8 наверно плюс 12 это не та температура воздуха по которым можно вот в этой коробочке носить животных на улице вы же носите куртки и шапки при такой температуре а здесь было животное ну вы понимаете да что это такое и вам сейчас хочу показать кто здесь был ну вот я сходила вам принесла подарочек который лежал в этой коробочке вы так он выглядит он очень сильно боится вы только посмотрите кто это у нас кто узнает что это такое подарочек этот очень трусливый он очень боится привет подарочек этот подарочек сидел в этой коробочке давай покажем кто ты давай боже бедный ребенок иди сюда мы напугали напугали вот в этой коробочке сидел вот этот подарочек маленький то есть человек услышал видео о том что алиса хочет животное какое-то и решил что можно это животное нам придарить так сказать к ней подошел человек который там восхищается тем что вот алиса много лет снимала на канал и том что алиса так любит животных и сделал ей вот такой вот подарок ребята теперь представьте себе мы вам уже неоднократно говорили что мы не можем себе позволить завести вот такого питомца потому что я из ваших рассказов которые вы пишете в комментариях наслышана тем что ну вы понимаете да кто это это в маленькая крыса я не знаю сколько этой крысе по возрасту но судя по шерсти по ушкам по глазкам она выглядит как ребенок то есть ей взяли и просто подарили из за того что алиса хочет животное и взяли подарили животное но кто-нибудь в этот момент задумался о том что этому животному нужен дом купить маленькую крыску или шиншилку или там посума которых алиса очень сильно хочет мы себе можем позволить но самое главное в содержании животного это то что ему нужен дом дом соответствующий его параметрам то есть там где ему будет удобно то есть про хомяков я все знаю и знаю что какие им размеры жилья нужны какие домики какое питание а про вот это чудо маленькая хорошенькая и очень перепуганная я не знаю ничего и мне нужно было время для того чтобы подготовиться и собрать деньги на клетку сейчас я к этому не готова и мне нужно было подготовиться чтобы узнать всю информацию а не мучить животное что мне вот теперь с ним делать вы мне скажите вот куда мне его деть вы мне скажите мне что его пойти куда-то отдать кому-то подарить где будет уверенность моя в том что это животное попадет в хорошие руки ну я не могу сейчас себе позволить его поселить большую клетку которая этого животное достойно потому что он просто родилось да потому что он хочет жить я нашла и клетку маленькую сейчас я буду заселять чтобы она не не пугалась у меня на ладошках и буду разговаривать с вами дальше итак я нашла вот такую клетку чтобы вы понимали она вот по сравнению с моей рукой вот такого размера то есть это небольшая клетка она не подходит даже для хомяка ну это клетка нам досталось так сказать в подарок к нафане на фане нам привезли в этой клетке ну как в переноске это морская свинка наша до которую мы забирали у человека который не мог ее дальше содержать и я понимаю что эта клетка она не пригодна для крысы потому что она маленькая если она маленькая для хомяка то крыса здесь жить не может тем более но моя задача хотя бы куда-то ее сейчас поселить я нашла эту клетку буду сейчас крыски стелить все в эту клетку и теперь самое интересное я не знаю как правильно крыс содержать я не готова к этому поэтому ребята вы мне помогите очень те кто знает у кого есть крысы я вас очень прошу пишите мне в комментариях да я знаю вы мне бросали ссылки на сайт но честно вам скажу на сайт на этот я не заходила потому что в моих планах ближайшее время не было завести питомца мы не собирались его покупать не поэтому я информацию не читала мне слишком много было забот других поэтому я уже буду делать на свое усмотрение я так подозреваю что крысы по размеру вырастают как морские свинки и ходят в туалет примерно также поэтому я на дно постелю гранулят тот который мы используем для хомяков для туалетов чтобы это все дело впитывалось потому что я знаю что у морских свинок опилок не хватает гранулят у меня фруктовый кто-то у меня спрашивает как он называется честно я не знаю на пачке написано что это для мелких грызунов и что не содержит хвои поэтому я сейчас на дно стелю гранулят потому что я понимаю что крыса же побольше наверное писать а сверху застелю это все опилками и потом насколько я поняла из ваших комментариев крысы животные социальные жить могут только стаями или парами или как-то так ну короче я сегодня буду видимо у меня будет бессонная ночь я буду читать как как мне ухаживать за этой крысе потому что я не знаю что мне сейчас делать сверху я стелю опилки это опилки которые мы используем для хомяков они тоже не хвойные мне кажется правильно если я что-то дело неправильно вы мне там подсказывайте помогайте я зайду конечно по вашим ссылкам которые вы мне даете если что напомнить еще раз мне бросьте потому что комментарии проскакивает их очень много я почитаю то что вы советуете как крыс содержать и буду учиться вместе с вами обязательно животному нужен дом опять же я не знаю правильно это или нет у нас есть вот такого большого размера домик который мы для хомяков делаем но я не знаю можно ли крысам деревянное то есть у меня есть предположение что крысы у них все-таки зубы побольше чем у хомяков и если хомяки грызут домики то крыса возможно тоже может домик сгрызть может им не подходят деревянные домики может им нужны какие-то другие короче я об этом тоже буду читать нам сейчас нужно организовать жилье животному которое нам придарили и теперь я еще хотела добавить сюда салфеток тоже я не знаю правильно или я поступаю но мне кажется крысы это грызуны и им наверное можно салфетки но и же надо чего-то гнездо строить что еще хотела сказать я хочу сказать что я очень сильно разозлилась вот реально я не злюсь как бы не могу сказать что никогда но я людей принимаешь вот они делают какие-то поступки правильно неправильно я пытаюсь людей оправдать при этих поступках но в данном случае я считаю что нельзя такого было делать вот у меня же никто не спрашивал да нужно это было делать или нет кто меня спросил вообще мы можем это животное содержать или нет мне теперь нужно где-то брать деньги на клетку у меня это не входило вообще в мои планы дальше нужна кормушка кормушку я нашла у меня пока сейчас только пластиковая такая керамических и стеклянных нет даже я думаю что кормушки те которые мы делаем деревянные крысе на один зубочек и пластиковые мне кажется крысам тоже не подойдут то есть нужна керамика нужно керамику купить и опять же корма у меня нет для крыс я не знаю какое правильное сочетание зерен давать крысам у меня есть корм для хомяков который я делаю намешиваю можно ли корм для хомяков крысам давать нельзя кто его знает но я делаю так как сейчас могу сделать потом буду как бы разбираться еще сегодня я купила салатик как обычно наш нашим животным и положу кусочек салата я думаю что в принципе нет ни одного животного которому этот салат нельзя ну разве что вася у нас не есть поэтому я положу салатика я думаю что это тоже подойдет и обязательно нужна поилка так поилку это мне повезло что она у меня есть потому что она всегда есть запасе поилки ну и я буду закреплять сетку и вешать поилку опять же вот такая поилка она достаточно для крысы вот эта часть она пластиковая или она должна быть металлическая она погрызет ее не погрызет вот я не знаю этого короче пишите мне если кто знает ну и я тоже сегодня буду это читать но вы мне тоже поможете думала думала куда ее прикрепить наверно поближе к домику так сейчас я уже забыла у меня просто поилки по-другому крепятся уже забыла как это цеплять получилось ну что жилье готово теперь из аквариума достаю крыску подпишись даже если у тебя лапки это тоже благо что у меня есть аквариум в который мы сажаем животных пока убираем она бедная перепуганная перепуганная я вас забыла познакомить ну если точно так же как у хомяков то судя потому что там под хвостом ничего нету то эта девочка ну наверное все таки эта девочка ой она спряталась и наверное нужно объяснить что домика с другой стороны иди сюда выходи я думаю боже у него тут такой длинный хвост очень страшно зацепить этот хвост смотри домик с другой стороны входит я знаю что ты боишься еще мне кажется что это очень маленький ребенок я вам сейчас попробую показать по моему девочка девчуля ну по крайней мере у нее этого принадлежности мужских нету и она такая какого-то такого непонятного цвета на хороший ребенок очень видите как есть страшно она сегодня такое пережила все-таки попытаюсь ее достать чтобы она в домик зашла ну-ка смотри тут смотри вот здесь вот домик ты под ой а наш прыгает меня так боится но я думаю она догадается все же говорят что крыски умные опа да получилось только хвост остался но я надеюсь что и хотя бы домик понравится ребят но еще раз хочу сказать опять то же самое пожалуйста не делайте другим людям таких подарков это очень повезло то что у нас такая семья которая всегда может приютить и каждого накормит напоят и вылечит и не знаю обогреет и будет любить я конечно понимаю что алиса очень хочет крысу она очень обрадовалась этому подарку но мы не готовы в плане того что мы даже информацию не знаем и мало того я покупку какого-либо животного там из тех которые алиса хочет планировала аж на апрель когда подсобираю денег и когда уже реально будет хорошие условия на покупку клетки либо для шиншиллы либо для крысы но теперь понятное дело что связи с тем что появилась крыса то это наверное будет клетка для крысы только честно говоря я не знаю мне кажется это неправильно держать животное до апреля месяца вот в таком карцере маленьком просто реально денег на я знаю что клетка я бы заглядывала шиншиллом крысам начинается от 7 8 тысяч и заканчивая 20 25 ну что-то такое всякие разные но это в нашем магазине и я вам хочу сказать я как бы редко обращаюсь к людям но раз такая ситуация сложилась вы уже неоднократно помогали нам сложных ситуациях если у вас есть такая возможность помочь купить клетку для этой малышки то пожалуйста помогите я ссылку на донат оставлю внизу я от себя вам обещаю то что я буду продолжать снимать видео постараюсь видео снимать побольше потому что я знаю что вы любите их смотреть вы любите наблюдать за нашими животными буду вам показывать эту крысульку чуть ли не каждый день просто сейчас реально нужна помощь потому что той суммы которую я собрала но я планировала собирать несколько месяцев на клетку потому что у нас же есть свои расходы до какие-то обычные там на одних животных уходит около 200 долларов в месяц поэтому если есть возможность то помогите сбрасывайте кто сколько может я обязательно в каждом видео лично каждому сбросившему донат буду передавать приветы от вас буду говорить вам большое большое спасибо и вы вы сможете услышать свое имя именно у нас видео ну и помогайте мне еще кто кто сможет помогайте пожалуйста мне информации потому что мне нужно теперь очень быстро обучиться и узнать об уходе за крысами еще скажите у меня вот такая клетка в ней как бы никто не жил то есть ее нам привезли но ей особо никто не пользовался вот здесь вот такой вот замочек что-то мне кажется для крысы это слабенько мне наверное нужно будет его как-то закрепить да может быть чем-то прикрутить ну короче какой-то замочек потому что я так поняла что крысы умные ними нужно быть осторожнее потому что они умеют скрывать любые замки и практически делать все что угодно еще я хочу сказать что это не первые случаи после выхода предыдущего видео потому что в личку алисе посыпались предложения с подарками разных животных нам уже предлагали жунгарских хомячков нам уже предлагали сирийских хомячков нам чего и нам только не предлагали но мы везде отказываемся потому что ну реально оцениваем свое материальное положение то есть крупных животных каких-то дорогих мы сейчас пока не можем завести поэтому я вас очень прошу не делайте другим таких подарков ну и те кто может нам помочь поддержкой лайками комментариями я вас очень прошу вы крыску видели она вот такого бежевого цвета с красными глазками я думаю что она освоится выйдет к нам ребенка очень сильно напугали теми условиями в которых ее нам передали я не знаю каких она условиях до этого была короче придумайте этой девочки имя потому что честно говоря чё-то я вот с крысами у меня вариантов пока нет я в свою очередь постараюсь обеспечить ее всем мне завтра нужно будет прямо с утра бежать покупать ей корм сегодня ночью вычитаю какой ей подходит и чем можно кормить что можно давать чего нельзя давать ну оставайтесь с нами подписывайтесь на канал если вдруг кто не подписан люблю вас всех целую мы с крыской машем вам хвостиком теперь еще одним нашей семье и на сегодня с вами прощаемся ну и всем изи пока а